Привет! Сегодня я вам покажу, что я купила из коллекции «Ко дню влюблённых». Конечно же, праздник этот уже давно прошёл, но я только сейчас добралась до своих покупочек, потому что они все были в Москве, а я не была в Москве. Хотя, если быть точнее, я заказала их на подругу из Краснодара, и она просто отправила меня потом в Москву. Также обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить следующие обзоры моих покупок, например, на День матери, или на Пасху, или, например, любые другие покупки. Давайте начнём! Первый продукт, который я вам покажу, это бомбочка «Лавбак». Я её покупала уже в прошлом году, вы её знаете, она уже повторяется, и она очень красиво растворяется, мне она понравилась, поэтому я её решила снова взять. У неё аромат непонятно чего. Я точно так же практически говорила про любовную лодку. Я, по-моему, в прошлый раз про эту машину так говорила. Ну, там вроде розы есть, что-то такое, в общем, я не помню. Но я вам говорю, «Лавбак» растворяется просто волшебно, очень красиво. Сразу перехожу к третьему продукту. Это Melt, то есть масло для ванны. Оно в виде, как бы, вот в таком виде, в виде, наверное, что-то. Формочка для желе, для десерта, с сердечком. И это масло-бомба, то есть вы, когда опускаете её в воду, она будет немножко шипеть, растворяется как бомбочка, но из-за кучи-кучи масел. Она, во-первых, будет увлажнять кожу, а во-вторых, она будет замедлять растворение, естественно, и по воде распространяться масло будет. Но не жирной плёнкой сверху, а оно будет смешиваться с водой. И, в общем, да, нормально будет выглядеть. И вот здесь вот блёстки сверху. И это масло пахнет как серия Кипит Флаффи, духи Кипит Флаффи, если знаете. Если честно, мне нравится этот запах. Он ванильный, такой нежный, десертный, такой миленький, воздушненький. И вот я потом вам покажу ещё одно средство с этим запахом, и там запах мне реально очень понравился. Я не знаю как, но здесь вот текстура выглядит так, будто бы это пена для ванны. Но это не пена совсем. Это бомба масла, как, например, золотое яйцо. Тоже бомба масла. Каждый год на Пасху выходит всё у меня в золотых блёстках, потому что, хоть это средство розовое, оно всё в золотых блёстках. А вот и это средство, которое тоже с запахом Кипит Флаффи. Это суфле для душа. Оно мягкое, это мылка, которая мягкая такое. Если его продавить, то я его всё превращу просто в непонятную форму, поэтому я его очень аккуратно держу. И если честно, это просто офигительный запах. Ну, вообще он пропитался соседним суфле. Соседнее суфле это пэжан фрукт, по-моему. То есть оно с маракуйей, и оно пахнет прям фруктовым соком, мультифруктом, тропическими фруктами. Очень вкусно, очень вкусно, прям реально. И они немножечко смешались по запаху, но я нюхала это суфле, когда оно было просто свеженьким, и мне уже тогда понравился этот запах. Это как зефир, серьёзно, это как такой зефир, зефиринки такие. Ну, очень нравится, серьёзно. Оба. Это просто офигенно. Только я не понимаю, почему это намного больше, чем это, потому что вообще по граммам они были одинаковые, я покупала по одной штучке. И как бы я не против, да, ну, типа я не понимаю, это типа чё. Окей, пожалуйста. Чтобы они не засохли, вот, они лежат вот в таком вот зип-пакетике, потому что они обветриваются. Ну, как зефир, если будет лежать на вытаще, то он тоже заветрится, будет жёсткий. Следующий продукт из Валентиновской коллекции это вот такое вот пенарони. Масло-пена, пена-масло. Пенарони — это то, что состоит из двух частей пены, внутри у него прослойка из масла. Точно так же, как выглядит макарон. Макарони, пенарони, и это в виде клубники. Точно такая же пенка уже выходила в китченбоксе. И я так понимаю, многим людям понравилось, и они решили сделать его лимиткой просто в обычной коллекции. И запах у него очень приятный. Это действительно клубничка, ягодки и немножечко травушки какой-то. Я чувствую, как будто бы вот что-то травяное и конфетное. И я реально на фото думала, что оно будет больше, ну, раза в полтора. Но она совсем маленькая, но так как она состоит из двух частей, я думаю, что её хватит на четыре раза. Ну, может и на три, может и на два, как захотите, конечно. Но я, наверное, её на четыре раза использую. Самое важное из всего этого заказа — это вот такая вот бомба. Бомбшелл. Она реально огромная. Вот она по сравнению с моим лицом. Она состоит вот здесь из двух частей, перевязана вот такой вот штучкой. И внутри у неё лепесточки, бутончики, цветов. По-моему, розы, там всё такое. Ну, скорее всего, роза, потому что пахнет розджемом. Классика. Знаете, время древних мемов. Нельзя просто так взять и не выпустить валентинскую коллекцию с запахом розджем. Я очень переживала, чтобы она не разбилась, но единственное, что у неё откололось, это вот здесь вот кусочек, если видите. Вот. Кстати, сзади у него тоже печатка. То есть они даже здесь умудрились её поставить. Вот. Не люблю запах розджема, но люблю такие большие бомбы. Обожаю. В видео на День матери я вам показала, что я разбила большую такую бомбу, поэтому я очень боюсь разбить эту, так как она у меня одна, в отличие от тех бомбочек, которые на День матери я взяла. И последний продукт из валентиновской коллекции — это сферы Love. Вот такие вот. Точнее, нет, это не последний продукт. Да, это не последний. Я вам ещё сейчас покажу. Я их не буду открывать, потому что мне нужно их сфоткать красиво. И, в принципе, скорее всего, я ими долго не буду пользоваться, потому что мне скоро приедет гель. Вот такого объёма огромного, 500 мл. Тоже Love в бутылке. И я буду пользоваться им. Не знаю, что буду делать со сферами, но я переживала, что мне не перепадёт бутылка, поэтому я их тоже заказала. Поэтому мы с вами в этом видео не узнаем, как они пахнут. Точнее, я не узнаю. Вы, возможно, уже знаете. Напишите в комментариях, если вы уже купили, чем вам пахнет этот гель. Обязательно. Мне очень интересно ваше мнение, потому что многим не нравится. Если честно, на День святого Валентина все гели, которые выходят, в основном все, мне не нравятся. Вот не знаю, почему. Вот они делают какие-то странные запахи, и эта коллекция мне не очень импонирует. А вот на День матери это уже другое дело. И на Хэлвин, да? И вот последний продукт из этой коллекции. Это наборчик. Называется Визлав. В состав которого входит Dream Cream лосьон. Гель сотка, гель лавновый. И также бомба тести тости. Вот такой он симпатичненький. Я взяла его, конечно же, из-за геля в маленьком формате, потому что мне нужен маленький формат, так как с ним я, типа, могу куда-то ездить и брать его с собой, и его удобно хранить. А большие я покупаю про Спас, чтобы потом, например, туда доливать. Но также в этом наборе, конечно, наполнение скучное, и, типа, это чисто набор, в котором накидали всякого говна, лишь бы, блин, заполнить, потому что бомбочка обычная, простая. Dream Cream тоже они везде пихают. Но я люблю Dream Cream, и я хотела купить себе бомбочку тести тости. И я решила взять это всё в этом наборе. То есть для меня он оказался полезным, и, скорее всего, это всё я и буду использовать. А дальше я перейду к продуктам, которые не относятся к этой коллекции, но тоже новиночки или просто средства, которые мне нужны были. Они, в принципе, были в одной посылке, поэтому, считай, это обзор вот этой вот именно посылки. Коробки просто я не буду открывать вам её вживую. Я, в принципе, все уже коробки открыла, всё распечатала, и не будет у нас таких вот распаковок и первых впечатлений. Чуть не уронила гель, который я как раз-таки хотела вам показать. Это Grass, да, большой, вот, пожалуйста, любуйтесь. Новый гель, который вышел, невероятно красивого цвета на просвете. Вот, например, если я сейчас смотрю на свою лампу вот эту, то он очень красивый зелёного цвета, а так он выглядит чёрным. Кому интересно, как он пахнет, давайте я попытаюсь вам описать. Если вы, например, парфюм не нюхали, потому что это парфюм из чёрной коллекции, и он действительно пахнет буквально просто травой. Извините, что поправляю волосы. Это классическая видеолиза, да? Это такая свежескошенная, такая зелёная, горькая, кислая трава. Ну, не слишком горькая, потому что я не люблю слишком горькое, и мне бы совсем не нравилось. А так, знаете, он очень интересный. Я бы не сказала, что это тот аромат, который я бы везде использовала, но он очень интересный, и они действительно прям создали запах травы свежескошенной. Там ещё есть бергамот, но я его не чувствую. Возможно, он даёт такую зеленинку, немножечко кислинку, что очень неплохо. Сандал ещё тут есть, хлорофилл здесь есть. Ну, в принципе, неудивительно, потому что он зелёненький, потому что он травяной, и всё такое. Хлорофилл же из травы и зелени, да. Окей. Бергамот нероли, да, я сказала. Нероли тоже можете почувствовать. И свежий сок травы. Ничего себе! Ещё и соль морская. Вот такой вот гелечек. Я взяла себе ещё маленькие форматы. Вот. Вот такие вот. Мамочка и ребёночек. Если вы любите простые, вкусненькие, популярные запахи, там, например, вам нравится снежная фея, или, я не знаю, цитрусы какие-то, и вы не любите сложные запахи, возможно, вам не понравятся. Но если вы любитель травяных запахов, пожалуйста, вам зайдёт. Тем более, это сейчас постоянки, и вы можете в любой момент, например, заказать на посредника. Также в этой посылке я заказала парфюм большой, джанк, потому что он быстро расходуется, и у меня было два джанка маленьких, 30 мл. Вот, они быстро очень закончились у меня. Нет, там ещё есть немного, но всё равно они быстро заканчиваются, так как запах очень летучий. Я не знаю, как. Он вообще на мне достаточно стойкий, но, наверное, он летучий, и поэтому он быстро испаряется, и, типа, пшикается сильнее, и расходуется быстрее. Поэтому я взяла 100 мл, потому что вообще это нужно сделать в виде спре. Джанк должен быть в виде спре 200 мл, и только тогда это действительно будет полноценный аромат. Господи, всё падает. Джанк — это лимонад из листьев чёрной смородины, розмарина и лимона. Дальше у меня парфюм «Дёти». Вообще, я раньше не интересовалась «Дёти», он меня даже бесил, что всем он нравится, как-то немножко приелся уже, он довольно популярный. Потом поняла, что, знаете, по настроению мне его даже очень хочется попшикать. У меня есть спрей, у меня даже недавно появился винтажный спрей, и я решила взять именно духи, 30 мл вот в таком платочке, потому что цена просто бутылочки, и бутылочки в платочке с дизайном одинаковая. Здесь, в общем-то, дизайн вот такой вот на этикетке, я не буду распаковывать, в принципе, нет смысла. Вы, наверное, можете это в интернете посмотреть. Пожалуй, на этом всё. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видосы с распаковками и обзорами моих покупок лаж. Ещё прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на мой Телеграм-канал, я оставлю вам ссылку в описании. Очень хочу, чтобы мой канал в Телеграме развивался, потому что сейчас это очень популярная платформа. Спасибо большое за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok